Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Постмайская рада. Чем в первую очередь займутся нардепы после каникул? Тёпленькая пошла. С 1 июля горячая вода станет в два раза дороже, за что ещё придётся платить больше. Психическое расстройство или террористический вирус, что заставило убийцу устроить резню на вокзале в Германии? Кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает. После затяжных майских праздников сегодня народные депутаты собрались на согласительный совет. Нашли ли они согласие или нет, чем займутся в первую очередь и какие реальные решения ждут нас в ближайшее время, узнавала Екатерина Лысенко. После майских выходных им предстоит две недели работать в Раде. Над чем ещё решают и утром место заседания в зале согласовывают повестку дня. Две фракции, над чём разошлись, на том и сошлись, настаивают на назначении генпрокурора. Нема возможности откладывать дальше вопросы. Суспільство будет горечкувать. В отсутствие генерального прокурора на сегодняшний день створит напряжение в суспільстве. Мы наперегаем на том, что уже сегодня в порядке данного это вопрос было. Нам нужно обратиться к вопросу решения и реформирования судовой системы, к запуску нормальной работы генпрокуратуры, чтобы она не цементировалась, чтобы мы реформировали, а не занимались лишь какими-то изменениями вывесок. Позиция самопомощи не нова, требует конкурса, а Батьковщина уверяет, голосов не даст. Фракция Батьковщина не поддерживает законопроект и ни в каком случае не может, чтобы руководитель не знал закон, не мав юридической осветы. Это просто беспрецедентно. И тем не менее, спикер обещает внести вопрос в зал наряду с законом о новых правилах работы парламента. А позиция требует встречи с правительством и разъяснения по тарифам. Позиция нашей фракции, что мы на первом месте в приоритетах ставим на ведение порядка с тарифами и с ценой на энергоносиль. Потому что подняте в 10 раз вартости газа, в сравнении с его особой вартостью, неможливо объяснить никакими перемогами с МВФ, ни чему, кроме чистого гологотепства или коррупции в этой сфере. Тему тарифов первым делом подняли и на вечернем заседании. Успев только зарегистрироваться, в зале снова перерыв по требованию радикаловой батьевщины. Когда были святовые дни, то уряд слишком-нижком принял решение о подвищении тарифов без того, чтобы, at least, пользоваться теми выяснениями, которые сделала рабочая группа. В свой час, когда уряд Яценюка, без каких-то обрунтований, раптово подвищив эти тарифы. Мы считаем, что это просто некорректно по отношению к граждан Украины. На консультации главы фракции потратили ровно полчаса, а дальше перешли к повестке дня. Екатерина Лысенко, Александр Данилов, Геннадий Янекенко. Подробности телеканал Интер. Чем закончилась вторая половина рабочего дня народных избранников, мы узнаем у Ольги Рыцаря. Она сейчас находится в парламенте и с нами на прямой связи. Оля, здравствуй. Расскажи, о чем депутаты спорили на вечернем заседании? Да, здравствуй, Наталья. Спустя с опозданием на полчаса заседание Верховной Рады все-таки открылись. Спустя некоторое время депутаты взяли за закон, который изменяет требования к назначению генерального прокурора. Несмотря на критику и разноклассие в сессионном зале, документ все-таки удалось внести в повестку дня. Правда, со второй попытки за внесение в повестку дня проголосовало 228 народных депутатов. И они тут же потребовали голосовать за этот законопроект в первом чтении и в целом. На посаду генерального прокурора Украины может быть призначенный граждан Украины, который имеет высшую область и стаж работы в галузе права и опыт работы в законодательном или правоохранительном органе не менее 5 лет. Это именно тот закон, уважаемый господин Кожемякин, который прошел через профильный комитет. И никто никакого другого закону сейчас в зале не рассчитывает. Я вызываю голосовать не потому, что кто-то может стать или не стать генпрокурором. Но мы должны изменять генпрокуратуру и избавить ее статусу пост-радянского монстра. Ревно хвилину назад, хвилину, цей текст появился на сайте Верховной Ради Украины, тут так и написано. Я не знаю, кто у нас тут Хатабич, и умеет читать законопроекты, которые были прилюднены только хвилину назад. Четыре прокурора за два года. Все представители системы, все почесные юристы, все профессионалы. Может, дамо шанс, наконец-то, реформовать систему другим людям, которые готовы на реальные изменения. Продолжение следует... Поддержал такое его предложение. Законопроект в итоге провалили и на этом закрыли вечернее заседание Верховной Рады. Ну, а в кулуарах уже депутаты сообщили, что вернутся голосование за документы уже в четверг. Наталья. Спасибо, Оля. Ольга Рыцарь о вечернем заседании парламента. И о насущенном. Уже с 1 июля в Украине в два раза подорожает горячая вода. За кубометр мы будем платить около 80 гривен. Об этом сообщили в НКРЕ. Тарифы будут отличаться в зависимости от того, что используют компании для выработки тепловой энергии. Газ или уголь. Также на цену влияет и наличие полотенцесушителя. Для тех, у кого он есть, будут платить больше примерно на 5-6 гривен. Я напомню, что с 1 июля вырастут тарифы и на отопление. Подорожание вызвано новым решением правительства. С этого месяца установлена единая цена на газ для населения. 6 гривен 88 копеек за кубометр. Сумма равна закупочной стоимости импортируемого в страну природного топлива. И в то же время Кабмин повысил зарплаты сотрудникам патронарных госслужб в госорганах. С 1 мая помощники, консультанты, советники и руководители пресс-служб будут получать оклады от 6,5 до 10 тысяч гривен. Самые высокие ставки у советника, пресс-секретаря и у уполномоченных президента. С 1 мая они будут получать 9477 гривен. Также новым постановлением правительства утверждены льготы, на которые смогут рассчитывать сотрудники патронарных служб. Это различные надбавки, материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов и помощь на оздоровление. Тест на коррупцию. Нардепы требуют создания временной следственной комиссии по расследованию работы правительства Арсения Яценюка. О каких скандалах идет речь и какие суммы фигурируют в делах ГПУ рядом с фамилией бывшего премьера, расскажут наши корреспонденты. Расследовать коррупционные дела правительства Яценюка. Об этом сегодня заявили некоторые нардепы и даже потребовали немедленно создать временную следственную комиссию и провести аудит всех министерств. Напомню, прошлый кабинет министра вместе с премьером неоднократно светился в коррупционных скандалах. К примеру, прошлой весной после увольнения с должности главы госфинной инспекции Николая Гордиенко, он обвинил правительство Яценюка в нанесении стране убытков на 7,5 миллиардов гривен. Тогда же в генпрокуратуре заявили, что правоохранители начали 15 расследований по фактам злоупотребления кабмином, о которых говорил Гордиенко. Словы идут о десятки миллиардов гривен. У меня простое вопрос. Где деньги и кто за это может ответить? Это работа безопасна правоохранительных правоохранителей, если не способна Генеральному прокуратуре или НБУ за каких-то причин. Это могут помогать принциповые депутаты. Как рассказал Добродомов, в ответе на его депутатский запрос, генпрокуратура сообщила, что помимо обвинений Гордиенко, следствие ведет еще одно дело. О том, что Яценюк якобы получил 3 миллиона долларов за кресло главы концерна РРТ для Валдимира Ищука. В Батькивщине также уверены, расследованием должны заниматься не только правоохранительные органы, но и нардепы. Мы что, будем выступать ширмой над тією коррупции, которая происходила? Треба негайно вносить эту постанову, региструвать ТСК и проверять каждое министерство, каждую государственную корпорацию. Потому что для людей денег нет, а министры и премьеры уходят у нас с офшорами, с миллиардами, с рабочих мест своих. Я поддерживаю инициативу Батькивщину про створение темчасового следственной комиссии. Готовы сами выйти в эту комиссию. Чтобы узнать, как сейчас продвигается расследование, по всем этим делам мы направили запрос в Генпрокуратуру. Ждем ответа. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Ну вот почему только внефракционной нардепы и Батькивщина озаботились созданием ВСК? Почему ни сама помощь, ни радикалы, которые так пекутся об эффективности борьбы с коррупцией, вопрос о формировании комиссии не поднимали? Вот что об этом думают политологи? Стороны было помочь, но договорились. В очередной раз торжествует политическая целесообразность. Когда на тормозах спускаются достаточно громкие коррупционные дела, а общественность не получает ответа, была ли это коррупция, были ли факты, или это действительно злобный навет. И в этой ситуации, естественно, страдает что? В процессе вот этих политических торгов разменяется доверие к государству. И что мы сегодня и наблюдаем. Я так думаю, нынешняя коалиция, состоящая из БПП и Народного фронта, она меньше всего напоминает унтер-офицерскую даву, которая себя готова высечь. Все другие в системе, все другие, знаете, это элементы этого салата, они в одном масле. Они не затекали сегодня атаковать Яценюка, потому что сегодня атаковать Яценюка – это атаковать коалициям. Сегодня атаковать даже колишнего Яценюка могут те силы, которые не имеют каких-то экономических и других дел с нынешним урядом. Я не думаю, что темчасовая следственная комиссия произведет до каких-то конкретных результатов, потому что в парламенте, на самом деле, створилось очень много разных комиссий. И они, как правило, служили только таким собим плацдармом для публичности, для заявок. Глава иллюстрационного департамента Минюста Татьяна Казаченко засветилась в расследовании по Панамскому архиву. Напомню, вчера Международный консорциум журналистов открыл базу данных о 200 тысячах офшоров, их адресах регистрации и владельцах. Среди них и 165 граждан Украины. Фигурируют в базе и Татьяна Казаченко. Сегодня чиновница, ответственная за борьбу с коррупцией в Украине, попыталась оправдаться, каким же образом ее имя попало в эти скандальные списки. Журналистам «Украинская правда» она ответила, что не является владельцем офшорных компаний, но признала, что до назначения в Минюст как адвокат представляло интересы многих украинских фирм, в том числе и той, которая связана с офшорами. Между тем, в декларации о доходах Казаченко за 2014 год нет ни слова о связях с зарубежными компаниями. Целый день наши журналисты пытались связаться с главой департамента Минюста, чтобы получить более развернутый комментарий, но наши звонки остались без ответа. Казаченко не впервые уходит от острых вопросов. Например, на вопрос нашего корреспондента, почему авторы закона иллюстрации не учли критику Венецианской комиссии, она почему-то заговорила о собственниках телеканала «Интер», а потом просто убежала. И на представе изменения к закону, он так само предпадает, это значит, не забороны. А что, то есть, инженерный контакт, наверное, другой, то есть, если это не стасуется? В частности, чиновницы высокого ранга к офшорному скандалу не заинтересовались ни правоохранители, ни народные депутаты. В Верховной Раде даже не обсуждали вопрос о создании комиссии, которая могла бы выяснить все обстоятельства этого дела. И вот мнение экспертов. В нормальной стране эта людина была бы сьогодней, уже мала бы до обеда написать заяву про звольнение и питать в отставку. Безумовно, что существование такого офшору подрывает доверие не только до нее, как до особистости, но и до своей деятельности, как керевника иллюстрационного ведомства. Вона сейчас будет пытаться максимально тягнуть час. Можете такого работника, звичайно, иллюстрационного ведомства, как Козаченко, с такими задумываниями дискретируется саме Министерство Юститии, полностью, в целом, как орган. Звичайно, если у пана Петренка нет офшору, стоит проверять. По-европейски в подобной ситуации чиновник вылетел бы как пробка из бутылки шампанского со своей должности. Чиновницы мало зарабатывающие, стоит подумать, сменить место работы и поискать там, где ее таланты и труды будут оценены более достойным образом. Естественно, пребывание чиновника, имеющего офшорный бизнес, в пору воскликнули судикту. Собственно, какое моральное право у такого чиновника заниматься таким деликатным вопросом, как иллюстрация. Если, собственно говоря, у чиновника руки нечистые, по сути, участие в офшорном бизнесе, это участие в уклонении от налогов. В Одессе страсти сегодня кипели в областной администрации. Активисты-евромайдановцы потребовали отставки Марии Гайдар. До сих пор она была заместителем губернатора Михаила Саакашвили. По какой причине и чем все закончилось? Репортаж наших корреспондентов. Мария Гайдар, дочь известного российского политика, в Одесской облгосадминистрации с лета прошлого года. Сначала была советником Михаила Саакашвили, потом его заместителем по социальным вопросам. И вот как раз с этими социальными вопросами сегодня к Марии Гайдар пришли активисты, волонтеры, бойцы АТО, их родные. Говорят, не удовлетворены работой Гайдар. С 1 октября 2015 года семьям погибших, их в области 89, инвалидам АТО, их 94 в области. И детям, родителям которых в АТО, не выплачиваются выплаты. Чиновница выходит пообщаться с пикетчиками, но диалог не вяжется. Страсти накаляются до предела. Волонтеры требуют, чтобы Гайдар ушла в отставку. Вы плакали. Так обзачивайте матери АТОшников, которые не получают выплат. Напишите заявление сегодня. Сама Мария с критикой категорически не согласна. Рассказывает, за полгода ее команде удалось значительно улучшить социальное обеспечение в области. Что же касается заявления об увольнении, то, говорит, уже и так покинула эту должность. Дело в том, что с 1 мая вступил в силу новый закон, по которому украинские чиновники не могут совмещать такой пост с депутатским мандатом. А Мария Гайдар депутат облсовета. Я ухожу с должности заместителя. Я буду советником, не штатным советником по социальным вопросам, как я и была. Я могу сказать, что все выплаты отправлены. Можем сесть и поговорить. Вот, кроме аргументов, что вы из России убираетесь, я ничего здесь содержательного не услышала. Но даже услышав такой ответ, активисты решили не расходиться. Будут ли выдвигать какие-то новые требования, пока неизвестно. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Стрельба и массовая драка в центре Харькова. Попытка задержать нарушителей или разборки между добровольческими батальонами. Батальонами. Накануне и на одной из центральных улиц города появились люди в камуфляже. Завязалась потасовка, которая закончилась стрельбой в воздух и ранением полицейского. Кто развязал эту бойню и что стало причиной конфликта, узнаем у Лидии Калининой. Эти люди в камуфляже бойцы батальона МВД Харьков. Правда, сами они представляться не хотят. К какому вы спецподразделению принадлежите? Скажите, к какому спецподразделению вы имеете отношение? Так они вели себя после того, как задержали машину на одной из центральных улиц. Черный кроссовер якобы проходил по ориентировке. По версии следствия, внутри бойцы увидели оружие. Откуда оно, водитель объяснять отказался. Один из бойцов пригрозил пистолетом. Тогда и начался скандал. Ты заряжен из полного человека навел. Перезаряди, да ва***й, стрельни еще. В окору авто собралась толпа. Требовали, чтобы бойцы батальона показали документы и убрали оружие. Завязалась драка. И тогда один из бойцов начал стрелять в воздух. Стойте на месте все! Стойте на месте! Стойте на месте все! Светлый корпус! Я так понимаю, он выстрелил целую обойму, потому что затворная рама в конце стрельбы отошла. Я еще обратил внимание, у него такая нездоровая улыбка была. Человек, видно было, что человек в совершенно возбужденном состоянии, неадекватно себя начал вести. После этого правоохранители применили газ и дубинки. Под горячую руку попал один из патрульных, которые пытались разнимать дерущихся. Ему разбили голову, предположительно кастетом. Сейчас парень в больнице. Состояние у него здоровья удовлетворительное. У него рассеченные раны затылка. На данный момент здоровью ничего не угрожает. Нами сейчас уже задержано 4 человека, которые причастны к данному конфликту. Водитель автомобиля задержан. Кого именно задержали, в милицию упорно не говорят. А в прокуратуре утверждают, задержанных нет. Уже сутки полиция всю информацию о происшествии держит в секрете. Одна из версий очевидцев, это были разборки между добровольческими батальонами. Мол, причастен гражданский корпус АЗОВ. Но его руководитель Олег Ширяев на звонки не отвечает. В соцсетях заявил, виновники конфликта не имеют отношения к их организации. Хотя многие из приближенных к батальонам говорят, у них давние противоречия. Ведь в Харькове в основном бывшие беркутовцы, а в АЗОВе футбольные ультрас. Не исключено, что эту историю постараются замять по-тихому. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков. Никто не задержанный после вчерашнего инцидента в Славянске и Донецкой области. Напомню, там во время марша мира жертвами нападений стали и ветераны Второй мировой. Их облили зеленкой и обсыпали мукой. Сегодня от местной полиции мы пытались добиться ответа на вопрос, установлены ли имена нападавших и как продвигается следствие. Акцию сопровождали десятки правоохранителей и есть видеоматериалы, по которым специалисты могли бы определить зачинщиков беспорядков. Вчера в полиции нам сообщили, что нескольких даже задержали, но как выяснилось сегодня, всех отпустили. Допрошены 10 человек, у одного из них нашли шприц с зеленкой. Уголовное производство по факту грубое нарушение общественного порядка группой лиц открыто. Подозреваемые есть, но их имен не называют. Пенсионеры, которые вчера пострадали, отказались подавать заявление в полицию, пояснив это тем, что боятся мести со стороны провокаторов. На данный момент сотрудники полиции изучают видео и фотоматериалы. Также установлено 10 активистов местных, которые подозревают провокации. Один из них был, скажем так, пойман с поличным, у него находился шприц с зеленкой. Но, опять же, сейчас сотрудники полиции выясняют, в действительности ли он успел его использовать. Со славянска местные активисты, но принадлежность к общественным организациям я пока не могу называть. Зона АТО. После короткого затишья боевики активизировались в Авдеевской пробзоне и поливают огнем украинские позиции. Но пойти в атаку, как и предполагала разведка, они не решились. Наши корреспонденты стали свидетелями очередного срыва боевиками договоренности о перемирии. Праздничное перемирие противник нарушает, как только наступают сумерки. Бывики сами открывают огонь и сами же запрашивают режим тишины. Наемникам снова не удалось спровоцировать украинских десантников на ответную стрельбу. А у нас во время короткого затишья появилась возможность добраться до крайней позиции. Вражеские обстрелы повторяются почти каждый час. Поступает информация со стороны Ясиноватой. Боевики могут ударить из тяжелой артиллерии. Звучит команда Нора. Салют боевиков ограничился осветительными ракетницами. На прорыв идти они так и не решились. Но какой бы интенсивности ни был огонь, всегда на посту за действиями противника следят эти бойцы. Ночью глаза и слух уже как у кошек. Это помогает вычислить, откуда стреляет противник. Но героями себя, несмотря на опасность, наши десантники не считают. Она такая что-то мало. Я такой герой. Добрый, страшный. Долг. Ребята внизу, все надо же тоже охранять. Если пропустим, то все. Тихий рассвет прерывает музыка со стороны боевиков. Десантники смеются. Это наемники украли идею у наших солдат. Уже неделю, как над промзоной, звучит гимн Украины. И его, уверены голубые береты, ничто не заглушит. Ирина Баглас, Сергей Дубинин, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Сирия, Украина и борьба с коррупцией. Госсекретарь США Джон Керри отправился в европейское турне. Что конкретно и с кем будет обсуждать глава Госдепартамента и чего можно ожидать от завтрашней встречи по Украине в Берлине. Об этом наш собственный корреспондент в США Тихон Зитко. Ситуацию в Украине и Сирии непременно будут обсуждать во время зарубежных визитов высоко поставленных американских руководителей. Однако на этот раз добавилась еще и коррупция. Госсекретарь США примет участие в антикоррупционном саммите, который организует премьер-министр Великобритании. Он пройдет в Лондоне, но это в четверг. А пока переговоры о ситуации в Сирии и в Украине, в двух европейских столицах, Париже и Берлине. По французской столице накануне Керри отчитывался об успехах по Сирии. Как сопредседатели группы поддержки Сирии, Россия и США распространили заявление, в котором говорится о полном прекращении огня в Сирии и о том, что все стороны призывают оказать гуманитарную помощь населению. Также на переговорах в Париже Керри обсуждает со своим французским коллегой Эйро ситуацию на востоке Украины, где в последнее время не утихает стрельба. И об этом же дискуссии в следующем пункте визита Керри в Берлине. Там у него сегодня переговоры с Франком Вальтером Штайнмайером. В течение многих месяцев мы пытаемся добиться соблюдения минских договоренностей. Если что-то нам удастся в направлении политического урегулирования, то это будет большим успехом, пока происходящее можно сравнить с движением улитки. Посыл Штайнмайера не слишком позитивен в преддверии завтрашних переговоров в формате нормандской четверки. Джон Керри в них участие не принимает, но очевидно, после двусторонних встреч с ним главы МИД Франции и Германии смогут донести позицию США до своих коллег из России и Украины. Пока наблюдатели и пресса в прогнозах пессимистичны. Выполнение минских соглашений буксует, и хотя перемирие в целом сохраняется, перестрелки продолжаются и гибнут люди. Дипломаты обеспокоены тем, что никак не продвигается политическое урегулирование конфликта. В частности, речь идет о выборах на оккупированных территориях и изменениях в Конституции Украины. Поможет ли предстоящая встреча? Возможно, станет понятно завтра. Тихон Зитко, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро телеканал Интер. Резня в Германии. Один человек погиб, еще трое тяжело ранены в результате нападения в баварском городе Графинг. Кем оказался убийца и какой мотив заставил его на это решиться? Подробнее Татьяна Лагунова из Германии. Все произошло около пяти утра по местному времени на железнодорожном вокзале баварского города Графинг. Это одна из узловых станций региона, соединяющая небольшие города и поселки со столицей Баварии Мюнхеном. Хронологию кровавой резни полиции сообщили очевидцы. На путях стояла первая электричка на Мюнхен. Вдруг в поезд зашел мужчина с ножом и напал на одного из пассажиров. Затем выбежал и атаковал еще троих на вокзале. Очевидцы утверждают, во время атаки мужчина выкрикивал Аллах Акбар и вы неверные. Полиция показания свидетелей комментирует осторожно. В его высказываниях были политические мотивы, но я не могу назвать точную формулировку. Это часть расследования. Нападавшего задержали прямо на вокзале. Он не оказывал сопротивления полиции. Известно, что преступника зовут Пауль. Ему 27 лет, гражданин Германии, родом из земли Гессен. У него были проблемы с наркотиками и психикой. Не исключено, что и нападение он совершил под кайфом. У полиции есть данные, что мужчина страдал психическими расстройствами и был наркозависимым. Сейчас его допрашивают. Мотив его поступка пока не ясен. А это значит, что рассматриваются и другие версии, в том числе и исламистский след. Татьяна Лугнова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. И почти по такому же сценарию с ножом в руках террористы напали на пенсионеров в Израиле. Что происходит в Иерусалиме накануне Дня Независимости и какие меры безопасности предпринимают местные спецслужбы, расскажет Сергей Ауслендер. Он в Израиле. Нападение произошло в столичном районе Ар-Анациф. Группа пожилых женщин прогуливалась в парке, когда на них внезапно напали два молодых араба. Атаковали со спины. Две пенсионерки получили тяжелые ножевые ранения, а нападавшие скрылись в арабской деревне Джабр-аль-Мукабр. Она расположена поблизости. К месту происшествия сразу прибыли полицейские. Они задержали двух арабов, но чуть позже отпустили. Выяснилось, что они ни при чем. На данный момент, конечно, полиция и службы безопасности очень серьезно занимаются этим делом. И прочесываются все места, все жилые районы, которые прилегают к этому месту. Все делается для того, чтобы в ближайшее время задержать этих террористов. Судя по всему, арабские террористы стали выбирать себе жертвы послабее. Во всяком случае, все последние попытки нападения на военных неизменно заканчивались смертью террористов. Обе пострадавшие доставлены в больницу. Их жизни сейчас уже ничего не угрожает. На границе с арабскими поселениями в Иерусалиме выставлены блокпосты. Там дежурят усиленные армейские подразделения. В преддверии Дня независимости, а завтра Израиль отмечает 69-ю годовщину со дня основания, меры безопасности в стране существенно усилены. Все это не просто усиление. Немецкий таблоид Бильд, например, сообщает, что исламское государство планирует массовые теракты против Израиля и даже нападение на его территорию, причем с использованием артиллерии и бронетехники. Нечто подобное сейчас происходит на Синайском полуострове, где египетские силы безопасности ведут с отрядами ИГИЛ настоящую войну. Сергей Узлендер, Алена Боярская. Подробности телеканал Интер. Израиль. Очередной теракт на юге Турции в городе Дияр-Бакыр взлетел на воздух заминированный автомобиль. По предварительным данным погибли 3 человека, 23 получили ранения. Взрыв был направлен против полицейских, которые проезжали мимо на служебном авто. Напомню, что в Дияр-Бакыре, населенном преимущественно курдами, проходит спецоперация против боевиков, запрещенной в Турции, рабочей партии Курдистана. Посмотрите подробности и вот что у нас во второй части. От слов к делу. Уставшие ждать положенных земель бойцы АТО вышли на акцию, пока мирную. Чего требуют? Закарпатский коллапс. Активисты блокируют границу в Ужгороде, за что борются автомобилисты. Сексуальные слабости французских политиков. Кто на этот раз лишился кресла? И новый поворот в деле бриллиантовых прокуроров. Сегодня его рассматривал снова Голосеевский райсуд столицы. Допросили свидетелей, нардепа Вячеслава Константиновского и юриста предприятия по добыче песка. Именно у руководителя этой фирмы, бывший зам прокурора Киевской области Александр Корнеец, якобы требовал 200 тысяч долларов за закрытие уголовного дела. Посредниками при передаче денег, по версии следствия, были экс-зам начальника следственного управления ГПУ Владимир Шапакин и некий Валерий Гибаленко. В их офисах и домах, напомню, прошлым летом правоохранители нашли около полумиллиона долларов, бриллианты и ценные бумаги. Но на сегодняшнем допросе свидетели вымогательства Шапакином и Корнецом не подтвердили. Мол, в суде подозреваемых увидели впервые и раньше с ними никогда не встречались. Никакого хабаря, никакого денег, как вы сегодня уверены, никто из свидетелей не видит. Никто нам их не передавал. Эти два свидетели, никаких ценных для судов, для этого проведения обставин, суду не поведомили. Это не основные свидетели обвинения, это свидетели, которые следовательно будут объяснять вам все обстоятельства, которые породили это криминальное проведение. Следующее заседание по делу бриллиантовых прокуроров состоится 18 мая. Судьи намерены допросить еще четверых человек. Всего же со стороны обвинения заявлено более 60 свидетелей. Их допросы, говорят, в прокуратуре могут затянуться до конца года. Коррупция просочилась и в сферу образования. Директор одного из государственных колледжей в Черновцах требовала от частного предпринимателя 6 тысяч гривен за предоставление в аренду помещения. Задержали директора на горячем служебном кабинете прямо во время получения этой взятки. А во Львовской области на взятки погорели полицейские. Два майора и подполковник требовали деньги за кражу, которой не было. На трассе Львов-Стрей повздорили два водителя. После этого один написал на другого заявление в полицию, мол, тот украл из барсетки 30 тысяч гривен. Чтобы не привлекать водителя к ответственности за выдуманную кражу, полицейские предложили замять дело. Услугу оценили в 400 долларов. Деньги им передавали в машине и в рабочем кабинете. Сейчас все трое находятся в СИЗО. Им назначили сумму залога в 87 тысяч гривен, но пока ее никто не внес. Пограничный коллапс на Закарпатье владельцы машин с иностранной регистрации снова блокировали границу. Два месяца назад они уже проводили подобную акцию. Результатов она не принесла. Изменились ли требования активистов и повлияет ли это на ситуацию нынешняя блокада, расскажет Марина Коваль. Акция протеста проходит в 50 метрах от пункта пропуска Ужгород. Поперек дороги, ведущей к украинско-словацкой границе. Авто с иностранными номерами. Их собственники – украинцы. Закарпатцы покупают машины за рубежом и не растамаживают их, чтобы сэкономить. Единственный минус – машина с иностранной регистрацией может находиться в Украине не больше пяти дней. Поэтому каждые пять дней приходится пересекать границу. Почему пять дней? Я себе поехал в Житомир, вернулся через семь дней, иду сюда, мне кажется, что у вас стоит штрафами. Логика водителей проста. Машины с иностранной регистрацией обходятся в два-три раза дешевле, чем в Украине. Протестующие требуют снизить таможенные пошлины и, наконец, принять закон, который бы увеличил время пребывания в Украине. Украине машин с иностранной регистрацией. Такой закон уже разработан, но так и не рассмотрен в Верховной Раде. Есть закон. Закон очень грамотно, хорошо подготовленный. Однако данный закон по каким причинам не рассмотрен в Верховной Раде, я не знаю. Протестующие жалуются и на огромные очереди в пункте пропуска. Чтобы пересечь границу, нужно потратить не меньше шести часов. Я пропозиция наступного чина. Они посиляют прикордонно-митные наряды. Наряды для того, чтобы машина проходила швидше контроль. Автомобилисты разъехались и договорились встретиться с чиновниками завтра. Полиция открыла уголовное производство по факту перекрытия дороги и блокировки пункта пропуска. Пока никого не задерживали. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. Что же касается губернатора Закарпатской области Геннадия Маскаля, то он остается на своей должности. Об этом он сообщил после встречи с премьером Владимиром Гройсманом и главой фискальной службы. Я напомню, что на прошлой неделе Маскаль грозился уйти в отставку, если будет принято решение о замене начальника Закарпатской таможни Владимира Колесникова. Да, я залишаюсь працювати. Я сказал, сегодня вышел начальник митницы, и так было сегодня озвучено премьером министром, что пан Колесников залишается. А я сказал, выйду на другой день. То есть завтра я уже в 7 ранку, или даже по 7, я на работе. Во время этой встречи Владимир Гройсман также сообщил о том, что для контроля работы таможни Кабмин создает специальное подразделение. На пунктах пропуска будет установлено специальное оборудование для сканирования товаров. По словам главы правительства, из-за теневых схем на таможне бюджет недополучает десятки миллиардов гривен. Мы створим специальную группу, которая будет иметь название «Чорная сотня», которая будет бороться с такими контрабандными схемами, мобильными. Будут залучены работники Национального антикоррупционного бюро, Погранвейст, новой полиции, которые выбраны по специальному конкурсу. В Ивано-Франковске идет борьба за землю. Ветераны АТО, возмущенные тем, что их требования игнорируют, перешли от слов к делу. Что это значит и как реагируют местные власти, расскажут наши корреспонденты. С самого утра ветераны АТО принесли на площадь перед Ивано-Франковским гурсоветом мусорные баки. Говорят, у них накопились вопросы городскому голове. Александр хочет знать, когда же рассмотрят его заявление на получение земли, которое он написал еще полтора года назад. Мы пришли сюда не просить, мы пришли сюда просто вымогать, выстоять свои права. Сегодня мы собираемся как? Нагадать за то, что мы есть? Нагадать за то, что нам обещала влада. И ничего не сделала. В Горсовете таких заявлений сейчас почти 800 под сукном. В разе подальше бездействия и не выкладывания вымог, выкладанных в меморандуме, мы будем уменьшены высловить недоверие Марсенкову. С меморандумом ветераны отправляются к мэру, просят ознакомиться и подписать. Про разорвание и форму коммунальной власти земельных делянок для участников АТО, членов ВИЗ. Это роботы. Это роботы. Это роботы. Это роботы. Это роботы. И кто же не видит, кто получил земельных делянок. Смешайте, что мы рады. Мы будем его, его и вам за всем нашу Украину, за наших батарей, детей. Но не за такую ладу, как вы есть. Разумеет, ни одна область не будет. После часовой дискуссии мэр все же обещает рассмотреть земельный вопрос потом. Мы на наступную сессию. В первую очередь земельных делянок не так много есть. Но мы даму. В первую очередь родинам загибли, инвалидам войны. Мы отримаем земельные делянки. АТОшники требуют, чтобы их делегата включили в комиссию при городском совете, которая занимается выделением участков. Если украина хочет власть, то все не будет выигрывать то, что вы написали. В полной, не в полной мере, но хотя бы процентов 80 надо будет выигрывать. Поверьте мне, я на грани того, чтобы эти ящики, эти колеса и заправки, что в Франківске есть, они все будут тут. Под давлением мэр подписал меморандум. Но большинство ветеранов не скрывают, не верят, что городской голова выполнит свои обещания. Если 13 мая дело не сдвинется с мертвой точки, то мусорные баки и шины пойдут в ход. Елена Митясова, Жанна Дучак, Зиновьев Танас. Подробности телеканал Интер. Ивана Франковск. Напряженная обстановка в районе Широкино. И накануне сегодня боевики обстреливали позиции украинской армии. Огонь вели не только ночью, но и днем. Все подробности с передовой от Вениамина Трубачева. Дороги в районе Широкино разбиты, поэтому доехать на передовую можно только на военном джипе по берегу моря. В Широкино боевики регулярно обстреливают позиции украинских военных. Сегодня утром тоже открывали огонь, а несколько снарядов попали вот в этот дом. Стрельба быстро утихла, а вот накануне вражеский обстрел длился два часа. Вероятно, так боевики отмечали 9 мая. В честь праздника они там трошки погодили по нашим позициям. В основном все воздух, мимо. Украинские военные знают, откуда именно стреляет противник. С этого места видно огневые точки боевиков, но без лишней надобности бойцы огонь не открывают. Вели в огонь с береговой линии. С береговой линии, также с посадок, с дальнего блокпоста их. Повсюду много неразорвавшихся снарядов боевиков, поэтому в поселке можно ходить только по проверенным тропам. Это неразорванная СПГ, вернее, хвостовик с крыльями. Из таких снарядов стреляют прицельно по наших домах. Это один из вариантов СПГ, ПТУР. Ну, чаще всего СПГ летают и минометы. Вот по этим домам как раз прилетают. В любой момент может начаться вражеский обстрел. Наибольшая опасность – это снайперы противника. Обычно их прикрывает диверсионная группа. Два человека, три – это заметно. А сколько там прикрывает их, это неизвестно. Активизировалась и воздушная разведка противника. Боевики запустили беспилотник, однако военным удалось его сбить. Был сбитый под населенным пунктом Мелекина. На жаль, останки его были, ну, впали в море и достать их не имеет зараз возможности. Резко обострилась обстановка и вблизи села Старогнатовка. Там боевики в течение дня также обстреливали позиции украинской армии. Вениамин Трубачев, Владимир Дедов и Николай Терещенко. Подробности – телеканал Интер, Донецкая область. Легендарный украинский самолет «Мрия» отправился в свой первый коммерческий рейс в Австралию. Самый большой, самый мощный в мире Ан-222 направляется в город Перд. Стартовав из Гастомеля, он приземлился в Праге, где взял на борт генератор с оборудованием общим весом в 130 тонн. Оттуда лайнер полетит на зеленый континент, сделав по пути три технические посадки. «Мрия» – производство конструкторского бюро имени Антонова в эксплуатации с 1989 года. На ее счету около 250 мировых рекордов. Заочная перепалка. Новый лондонский мэр Садик Хан пообщался с возможным кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Разговор между политиками состоялся не напрямую, а через прессу. Какую тему подняли и нашли ли компромисс, расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Все началось с полушикливого замечания нового столичного градоначальника. Садик Хан в присутствии прессы заявил, что хочет повидаться со своими американскими коллегами, мэрами Чикаго и Нью-Йорка, и должен успеть летать к ним до выборов. Иначе, если президентом США станет миллиардар Дональд Трамп, его в страну не пустят, как мусульманина. В прошлом году Трамп предложил запретить въезд в Америку всем последователям ислама. Мол, это необходимо для обеспечения безопасности в стране. Такое заявление он сделал после парижских тераптов, когда погибли 130 человек. Его слова вызвали жесткую критику по всему миру. Но сегодня, услышав из прессы об опасениях новоиспеченного лондонского мэра, Трамп решил сделать ему поблажку. Заявил, что готов в порядке исключения разрешить приезд в США британцу пакистанского происхождения. Ну а Хан не оставил без ответа такое любезное предложение. Это касается не только меня. Я не хочу быть исключением, чтобы попасть в Америку. Я переживаю, что Дональд Трамп играет на руку экстремистам, которые говорят, что невозможно быть одновременно жителем Запада и мусульманинам. Я думаю, выборы мэра Лондона доказали, что это не так. Ну и неудивительно, что сам Хан на выборах президента США поддерживает Хилари Клинтон. А на предстоящем референдуме по выходу Британии из ЕС он выступает за то, чтобы остаться в Европе. Кстати, этот агитационный лагерь с каждым днем становится все мощнее. Сегодня к нему присоединились Хавьер Солана, Андерс Фог Расмусен и еще трое бывших глав НАТО. Они призвали Британию остаться в Европе. Экс-руководители военного блока считают, что выход из ЕС сыграет на руку врагам Запада, а также подорвет влиятельность Британии в мире. Светлана Чернецкая, Иван Ермаков. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Верните мужа. Как британская баронесса опростоволосилась во Вьетнаме и чуть не утащила чужого супруга на бизнес-форуме? Об этом и не только в нашем обзоре. Британская баронесса Мишель Мане оконфузилась во время бизнес-конференции во Вьетнаме. Основательница компании по производству нижнего белья приняла 22-летнего вьетнамца за ребенка. Когда тот подошел к Мане с букетом, женщина взяла парня на руки и стала позировать для фотосессии. Держала до тех пор, пока из зала не услышала крики «Поставь его на землю, я его жена». В твиттере баронесса написала, что это был самый постыдный момент в ее жизни. У Мане одно оправдание. Нгуэн Танфат выглядит действительно очень молодо. Оперный певец Ник Ален распугал пингвинов в Антарктиде. Теннер начал исполнять знаменитую осоле мио, чтобы разбудить дремающих птиц. Но голос Алена, который вовсю расхваливает критики, пингвинам явно не понравился. За несколько секунд птицы покинули берег. А этот уличный музыкант, наоборот, очень понравился жителям и гостям испанского города Сарагоса. Мужчина играет на барабанах, но как? Бросает палочки в установку, расположенную в четырех метрах от него. В это же время отбивает ритм ногой. Самый дорогой алмаз в мире продан за 63 миллиона долларов. Необработанный камень в прошлом году нашли в Ботсване. Масса драгоценности 813 карат, то есть более 150 граммов. Канадская компания, которой принадлежал камень, будет получать по 10% прибыли от всех последующих сделок, когда алмаз огранят. Скульптура Айгюста Родена «Вечная весна» ушла с молотка на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за 20 миллионов долларов. Это рекорд для изваяний Родена. Итоговая стоимость превысила прогнозы экспертов в два раза. «Вечную весну» знаменитый скульптор создавал с 1901 по 1903 годы. Покупатель шедевра пожелал остаться неизвестным. Выставку произведений искусства, конфискованных у Казаностры, организовали в Италии. Экспозицию назвали «Из тени в свет». Среди экспонатов две картины Сальвадора Дали. Их изъяли у мафиози Джаакина Кампола по кличке «Король видеопокера». В коллекции босса мафии большого ценителя искусства было 125 картин. Из них 22 подделки, остальные оригиналы. Сейчас из-за проблем со здоровьем Кампола отбывает 16-летний срок дома. Картину Ван Гога «Звездная ночь» воссоздали из пластиковых бутылок в Тайване. На гигантский шедевр ушло 4 миллиона бутылок. Их насобирали в парке площадью 53 гектара. Там же и сложили картину, которую посвятили 125-летию Ван Гога. Таким способом экологи хотят привлечь внимание к проблемам окружающей среды в Тайване. Спустя пять лет после скандала с Домиником Струсканом свежая политическая история с перчинкой. Вице-спикер Национальной Ассамблеи Франции сгубила страсть к прекрасному полу. Скандал, расследование и реакция жены. София Гордиенко подробнее. Когда спикер Национальной Ассамблеи Франции Клод Барталон отсутствует, здесь всем заправляет его правая рука Дени Бопен, депутат от партии «Зеленых». Уроженец Шарбурга с прошлого года семейный человек, за которым журналисты никаких особых грешков не замечали. К 8 марта он даже снялся в спецпроекте «Зеленых» против сексуальных домогательств. Такого лицемерия ему не простили. Первый раз откровенчилась Ани Лемер, региональный депутат. Он мне присылал смс-ки и днем, и ночью. Я не отвечала. Однажды стал бегать за мной вокруг стола. И когда мне надоело, я сказала, «Да не прекрати, я с тобой спать не буду». Он ответил, «Тогда ты никогда не получишь пост в этой партии». Лемер не единственная, кому приходилось отбиваться от Бопена. Ещё семеро её коллег отвергли его приставание, но ни одна в полицию не пошла. О таком рассказываешь двум-трем близким людям, и они говорят всегда одинаково. Осторожно, это может выйти наружу. Существенный вопрос, а знало ли руководство партии о непотребном поведении? Поговаривают, что да, но никакие меры приняты не были. Ведь руководитель партии «Зеленых» Франции до недавнего времени – супруга месье Бопена. Её зовут Эммануэль Кос, сейчас она министра инфраструктуры. Пока муж скрывается, отключил все телефоны и не выходит на связь, вынуждена отвечать за супруга. Я, как и вы, узнала обо всём этом только вчера. Понятно, что обвинение очень серьёзно. И если это правда, должна разбираться юстиция. Если же нет, тоже должна разбираться юстиция. В официальном коммунике Бопен все обвинения опровергает и грозится подать в суд за клевету. Но при этом написал заявление об отставке. Его уже называют новым Страсканом. И как Страскану ему придётся отвечать перед законом. Прокуратура Парижа начала расследование по факту сексуальных домогательств. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Наш сайт подробностей. Юэй. Информация там обновляется постоянно. Хороших вам новостей и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok